Есть предприниматель из Кукмарского района, Езили Гафарович, который производит лучший мед. Это бренд «Татар Балы». Прошу внимания на экран. Бренд «Татар Балы» – производитель меда, достойно конкурирующий с поставщиками из Башкортостана и других регионов. Продукция представлена в торговой сети «Бахетле» и в специализированных магазинах по всему Татарстану. Самый вкусный мед – татарстанский. Я и есть Татарстан! Мы в 2021 году при поддержке Министерства сельскохозяйственных продуктов пчеловодства в Кукмарском районе. Как вы сказали, на сегодняшний день у нас 20 битв наименований. Это мед с разными вкусовыми качествами, пыльца, перега, заброс, крем-мед с разными вкусовыми качествами. Есть ягод, клубника, малина, облепиха, взбитый пундук, орехи, кундук, и других наименований. На сегодняшний день мы нашу продукцию реализуем в торговой сети «Бахетле». Постоянно осуществляем поставки в крупные хлебокомбинаты нашего Татарстана и в мелких розочных магазинах, а также в маркеттрессе «Валберс». Уважаемый Штан Иргалевич, у нас на сегодняшний день в Татарстане ежегодно добывается колоссальный объем меда. Ежегодно. По данным Министерства сельскохозяйственной и продовольствия за 2022 год у нас было добыто 5,5 тысяч тонн меда товарного, а валового меда 9 тысяч тонн. Если половина этого меда, условно говоря, будет потребляться внутри России, Татарстана населением, а вторую половину мы отправили бы в экспорт, тогда при цене 220 килограмм за мед, это очень хорошая цена для экспорта, бюджет смог бы заработать добавленную стоимость в размере 82,5 миллиона. Да, в рамках Татарстана это, быть может, сумма небольшая, однако это бы позволило и добываемому меду. У нас есть такая тенденция ежегодная из Башкирии закупать из ближайших регионов наш татарстанский мед, это из Актанерского района, Агрызского района, Менделейского, и перепродают в экспорт как башкирский мед. Это о чем говорит? Это говорит о том, что наш татарстанский мед, и по качеству, качественным показателям, и по вкусам показателям, она никак не уступает башкирскому меду. Он лучший. Он лучший. Он лучший. Но мой мед хороший, если сахаром не кормить, там не делать мед. Все верно. Все верно. Я говорю, что нужно сделать, чтобы наш мед был. Нам единственное, что нужно, это маленькая поддержка в части, когда мы сейчас уже заканчиваем процессы по аккредитации нашего, мы будем сейчас заявляться для аккредитирования наших продуктов в Россельхознадзор. Нам единственное, поторопить этот процесс, когда мы уже заявимся, но мы еще не заявляемся, но будем заявляться. Вы сказали правильную сторону раскрыть, да? Хотелось бы правильную сторону раскрыть относительно ценовых показателей. Вот у нас в Татарстане мы закупаем килограмм меда в районе от 80 до 90 рублей за килограмм общего вода. Если мы смотрим внутренний рынок, то в внутреннем рынке крупные хлебопекарни, скажем, они закупают от 100 до 130 рублей. А в экспорт мы смогли бы отправить за 220 рублей. Разница существенная, два раза получается. Поэтому мы вот с Казахстаном, вот недавно с Казахстанской компанией в рамках Казанфорума заключили первый экспортный контракт и уже Алла-Берса хотели бы экспортировать наш татарсканский мед. Мы хотим, чтобы за рубежом знали не только башкирский мед, но и наш татарстанский мед, потому что у нас мед такой же хороший и лучший. Александр Галифович, вы всегда поддерживаете всех предпринимателей, делаете хороший климат, за это вам отдельную благодарность выражаем. В то же время выражаем благодарность Центра поддержки экспорта, они нам помогли в части сертификации нашего производства под экспорт, а также сопровождение нашего первого экспортного контракта. Центр Мой Бизнес нам помогло в части сертификации нашей продукции для заграницы и объем поддержки действительно большой. А Росфердозор, здесь все. А, Семь Марат, да. Ну, тема интересная, в принципе, пчеловодством надо заниматься, серьезно. Вы там какую-то реорганизацию делали, вот даже сейчас она структурная, поменялась немножко? Александр Галифович, мы этот проект сопровождаем с первого дня и по вопросам экспорта, по сертификации, они на всех наших выездных выставках принимают участие в заграницах. То, что сказано и по Росфердозору, эти вопросы мы тоже все отрегулируем, а по реорганизации мы эту структуру... Конечно, главная задача качества, чтобы где-то что-то под наименованием татарстанский мед, там фальсификат или что бы ни было. Вот держите качество, это народная молва, это самая лучшая реклама. Если где-то негатив, потом вам три года надо будет смывать это. Надо щетка, хорошую упаковку, хорошую, чтобы контрафакт под названием не шел. Поэтому, Марат, давайте помогать, значит, тема, она для нашей республики, она понятная, у нас достаточно много, и надо и лесхозы сюда подключать, цветочный, там лесной мед, гречичный, там липовый мед, их много разных. Александр Иванович, за этот проект наш болеть не только мы, как пчеловоды, как компании, которые реализуются, но и все пчеловоды нашего Татарстана, потому что все заинтересованы, наконец-то, в экспортировании нашего меда за рубеж. Принимается, давайте, будем, вот у нас как раз халяль, вот выставки, вашу выставку будем рекламировать, но надо все необходимые сертификаты, и, конечно, чтобы сертификат, это не бумажка, это гарантия качества должна быть. Все верно, да, сделаем. Мы сглабим, ничего не так-то, это жульничество, обман, нельзя этим заниматься. Спасибо большое. История подтверждает актуальность и значимость таких крупных мероприятий федерального уровня, как Казань-форум, в рамках которой позволяет заключать и соглашение и крупного бизнеса, и между субъектами, и таких малых предприятий, как наши представители. Изменившиеся экономические условия, они стимулируют предпринимателей искать новые способы развития, находить новые рынки сбыта. И следующий проект, он представляет индустрию красоты, учредитель бренда N, Светлана Олеговна, расскажет нам о себе, и хочется отметить, она является также активным участником электронной коммерции. Прошу.